Я хочу сегодня рассказать вам или обратить ваше внимание на то, как Павел говорил к Тимофею, 2 Тимофея, 3 глава. Он говорил о нашем времени, потому что он говорил, что будут такие времена. Знайте, что в последние дни наступят времена тяжкие. Какое время мы с вами живем? Я понимаю, что будет еще хуже, но мы уже живем в последнее время. Мы уже живем в тяжкие времена. И некоторые представляют себе тяжкие времена, это значит, что нам чего-то не будет хватать, войны и землетрясения. Конечно, это тоже. Но он не об этом говорит. Он говорит о церкви. Даже не об этом народе в этом мире, это и так понятно, что там зло будет преувеличиваться. Но он говорит о церкви. Что, к сожалению, это будет происходить в церквях. Он говорит, знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие и в церкви тяжкие. Почему? Ибо люди будут самолюбивы. Дальше говорится, серебролюбивы, горды, надменны, злоречивы. Родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны. Не, не, не. Но я хочу сегодня поговорить с вами о самолюбии. О том, что Павел поставил первым. Я думаю, не случайно. Потому что от самолюбия идет все остальное, мы с вами рассмотрим. Вы знаете, что в греческом дословном переводе там написано не самолюбивый, а эгоистичный. Я думаю, что самолюбивый, горделивый, эгоистичный, надменный. Это все синонимы. Это все одно и то же, понимаете? Как хотите, говорите. Это все одно и проявление. От самолюбия, от себя любия. Самолюбие, себя любия. От этого. Это все качества, греховные качества, души. Они все имеют один и тот же смысл, поверьте. Один и тот же характер. Все от одного. От себя любия, самолюбия. Это все показывает, что грех живет в человеке и развивается. Если его не погасить. Если не измениться. Мы с вами призваны, чтобы приобрести образ и подобие Христа. А вы в зеркало загляните, уже есть это подобие? Если эти чувствования присутствуют, это подобие Христа? Если это характеризует твой характер, если характеризует тебя, если ты честный, посмотрел на себя, есть во мне все это. Это что, подобие Христа? Если не распять свою натуру. Это все будет жить в нас. И все будет являться. Мы знаем, что эти качества душевные. Есть, конечно, и греховные качества плоти. Мы сейчас просто не об этом. Грехи плоти отделяются, отличаются слегка от душевных. Ну, к примеру, блуд, обжорство, пьянство, курение, охоти всевозможные. Всякие наркотические средства, которые возбуждают человека или наоборот. Это все плотские грехи. Но Павел говорит даже об этом, что это грех против плоти. Но есть душевные, которые менее заметны. На которые человек мало обращает внимания. Он думает, что, ну, вот эти грехи не делают, значит, все в порядке. Но эти грехи бывают еще тяжелее. Потому что человек сам себя не осуждает за них, понимаете? Потому что он не видит нужды в них избавляться. Кто видит нужду избавления в том, что ты самолюбив? Даже не замечаешь, что ты самолюбив. Но самолюбие в человеке вызывает что? Обидчивость. Человек начинает быть обидчивым. Злоречивым, раз обидчивый. И пойдет целый список, что человек может делать. Вы знаете, что самолюбие — это дверь. Она открывает дверь для других духов. Для злых духов. И для других грехов. Оно не безобидно. Можно сказать, что оно настолько, как вам сказать, качество такое, как будто бы у тебя нарыв. И к тебе, если прикоснешься, ты уже готов. Тебе уже больно. Тебе уже обидно. Это открытые двери. Самолюбие — открытые двери для мести, для злоречия. Для гнева, для злобы. И даже для клеветы. Это болевая точка. На которую враг нажал, и ты уже покорился обиде. Легко и просто. Как легко увидеть самолюбивого человека. И все, что я перечисляю, это еще мелочи. Есть и крупнее, есть и глубже. Это поверхностно опять-таки. Поэтому Павел говорит, мы должны облечься в Иисуса Христа. В нового человека должны облечься. Мы должны стать новым человеком. Но дьявол хочет нас облечь в себя. Он весь этот мир облег в себя. В его образ и подобие. Мы должны отличаться, понимаете, от этого мира. Потому что если мы не будем отличаться от этого мира, мы христиане, мы вообще христовы. Написано, кто Христов? Тот распял свою плоть со страстями и похотями. Правильно? Но я вам скажу, что обида руку об руку идет. С чем? Со злобой. Рука об руку. Это просто приходит в то, что у тебя есть внутри злая память. Комната злой памяти. Там поселяется эта обида со всеми демоническими силами. Этот человек не понимает, насколько это опасно. Это действительно отделенное место у человека. Представляете, память. Но отделенное место, злая память. И у злой памяти есть голос. Голос, который говорит человеку. Постоянно говорит. Чтобы поддерживать этот огонь обиды, он постоянно говорит. В кавычках доброжелательный голосочек. И как он говорит, ты помнишь? Помнишь, как с тобой поступили? Помнишь, как на тебя не посмотрели? А как с собой не поздоровались? А как мимо тебя прошли? И все время напоминает. И человек живет в обидах. А все из-за чего? Самолюбивый. Человек самолюбивый. Можно ли самолюбивого назвать кротким и смиренным человеком? Нет. Не надо обманываться. Если человек самолюбивый, он уже ни кроткий, ни смиренный. Это разные противоположные качества. И Павел говорит, в последние дни это увеличится. Оно всегда есть. Ни один из нас не может сказать, что я не самолюбивый. Но кто-то с этим борется. Кто-то распинает свою плоть, отрекается от этого. А кто-то себе это развивает. Лелеет, вынашивает в себе эту красоту. И все вокруг него давайте танцуйте, потому что он это вынашивает в себе. Павел говорит, что это тяжелое время. В прямом смысле этого слова это тяжелые времена. Тяжкие. Когда вокруг тебя самолюбивые люди, тебе нелегко. Я думаю, что многие из вас это испытывают, но видят других. А при этом не видят себя. Давайте мы еще раз посмотрим. Знаешь же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы. Теперь посмотрите следующее слово. Серебролюбивы. От чего человек серебролюбив? От самолюбия. Дальше, горды. Самолюбие. Надменны. Выше других себя ставят. Самолюбие. Злоречивы. От чего? От самолюбия. Родителям непокорны. От чего? Самолюбивы. Неблагодарны. Потому что самолюбивы. Вы только посмотрите, от самолюбия все идет. Не честивы и не дружелюбны. Потому что самолюбивы. Непримирительны. Потому что все время в обидах. Самолюбивы. А самолюбие, конечно, уже и клевещет, потому что должно себя оправдать. Невоздержанный, жестокий, нелюбящий добра. Ой, Боже, какой список. Предатель. Наглый. И все самолюбивы. Понимаете, все от этого качества идет. Напыщенный. Более сластолюбивый. Нежели Боголюбивый. Имеющий вид благочестия. Вполне можно иметь вид, видимость создавать. Силы же его отрекшись. Говорит, от таких удаляйтесь. Все, что мы перечислили, это все самолюбие. Все себя любие. Все оттуда идет. Все эти качества. Понимаете? Насколько мы должны осудить не вокруг нас, а себя. Вот это себя любие осудить. Вы думаете, Иисус просто так сказал, отрекись себя? И следуй за Мной. А как ты вот с этими качествами за Иисусом последуешь? Как? Это нереально. Это невозможно. Почему, знаете? Потому что Иисус всегда будет обличать. И самолюбие всегда будет больное. Потому что Иисус есть свет. Он есть истина. Он есть святость. Он есть чистота. Его Слово не может не обличать. Там, где тебя ничего не обличает, там нету Слова Божьего. Потому что Слово Божье что? Меч обоюдоострый. Он проникает и режет. Душевное от духовного. Плотское от духовного. Достигает до сердца. До суставов, до мозгов. Вот оно, Слово Божье. А если оно мягенькое такое, ласковенькое такое. Что это? Слово Божье? Спи, моя радость, усни. Придет Господь, а вы спите. Это не Слово Божье. Поэтому там, где Иисус, там будет обличение. Но если человек не хочет отречься с себя, он со всеми этими качествами будет продолжать жить и делать вид благочестивый. Поймите это. Вы должны полюбить Иисуса Христа. Слово Его полюбить. Вот такое, какое оно есть. Чистое Слово. И все время искать свет. Приходите ко свету. Входите во свет. Живите во свете. Это что значит? Всегда видеть себя. В темноте мы себя не видим. Во свете мы всегда видим. Все свои недостатки. Все свои недостатки. Иногда приятно посмотреть в зеркало в темноте. Ой, как хорошо выглядишь. А как свет включишь, да еще очки надеешь. Ого! Вот хотелось бы так на себя смотреть. На свою внутренность. Вот так смотреть. Очки надеть, свет зажечь. В Иисусе Христе. Посмотреть на себя. Это приведет нас к чему? К ротости, к смирению. Вот это приведет нас к такому состоянию. Итак, мы призываемся, чтобы этих качеств у нас не было. Себя любивый человек не может быть благочестивым и довольным. Почему? Потому что, как мы с вами сейчас прочитали, самолюбивый человек завистливый, злоречивый, недружелюбный. Это значит, недовольный, ничем недовольный. Понимаете? Себя люби есть в каждом человеке. Потому что этот грех вошел однажды в нас. Но мы должны от него отрекаться. Мы должны отречься себя. Иначе мы просто не приблизимся к нашему Господу. Мы должны облечься в нового человека. Мы столько говорим, когда крестимся, что рождается новая личность, новый человек. И вы знаете, это правда. Вышел такой счастливый, такой... А завтра? А вдруг почему-то вся плоть опять хочет захватить тебя. Если ты не поборешься, если ты не примешь образ жизни, я умер для греха. Она опять будет обладать тобой плоть. И душа с полной вот этих грехов будет обладать тобой. Поэтому Иисус сказал, что возненавидит. Кто не возненавидит души своей? Что это значит? Да, можно не понять. Но я однажды, увидев свою натуру, сказал Иисус, так как вообще это можно любить? Я ее ненавижу, как собственный позор. Зачем мне любить свой позор? Она меня позорит. Я ненавижу ее. Я ее к смерти приговорила. Потому что она позорит. Стоит ей появиться, она опозорила. Иисус сказал, да, мои дорогие, возненавидеть надо. Возненавидеть, и что делать? И отречься. Отречься. И Павел говорил, не я. Я не хочу. Я отрекаюсь. Христос живет во мне. Он принял это. Он стал жить во Христе. И Христа принял в себя. Мы много говорим, что Христос в нас, Христос в нас, да разве Он такой совершит? Да разве Он так будет жить? Если Он в нас, вы знаете, что это такое, когда Христос в тебе? Он все время, как свет, обличает тебя. А если ты не любишь обличение, ты выгнал Христа. Я слышала такое. Я устал жить все время в осуждении. Правильно, изгони Христа и живи, как хочешь. А я хочу жить во Христе. Я хочу, чтобы Христос жил во мне. Я неустанно хочу слышать голос совести. Я хочу без конца, каждую мелочь, слышать, что я делаю не так, чтобы поправляться. иначе просто я никогда не дойду до совершенства. Я вам скажу еще больше. Себялюбивый или самолюбивый, все одно и то же, человек не может любить других. Согласитесь со мной. Это невозможно. Он может где-то что-то ради себя. Любит ради себя. Но любить, как говорит Господь, он не может. Об Агапе там и речи не идет. Потому что он любит себя. Самолюбивый. Себялюбивый. Это любовь, которая в себя. А не та, которая для других. Понимаете? Это разная любовь совершенно. И вы посмотрите, насколько в этом мире сатана работает, чтобы человека направить вот именно на то, чтобы любить себя. Он учения даже такие создает. Люби себя. Угождай себе. Ты полюби себя, и тебя другие любить будут. И ведь ловятся на это. Понимаете? Я хочу прочитать вам, как в греческом варианте написаны вот эти строчки, о которых мы говорим с вами. Второе Тимофея 3, 1, 5. Иногда в греческом варианте, ой, извините, убежала у меня, иногда в греческом варианте даже и говорится более сурово, чем мы с вами знаем. Сейчас прочитаем. Убежала, настолько убежала, что еще куда убежала. Да, бывает. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот. Это же знай, что в последние дни наступят времена суровые. Там говорится тяжкие, здесь говорится суровые. Потому что будут люди эгоистичны, скупы, горды, высокомерны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, несчастливы, нечестивы, извините, нечестивы, бесчеловечны, непреклонны, клеветники, не сдержаны, дальше идет такое же, как и у нас там перевод. Но вот эти слова непреклонны, неблагодарны, нечестивы, эгоистичны. Это дословный перевод того, что нам оставлено в нашем Евангелии. Вот на этом сейчас и работает дьявол. Он хорошо знает, что эти качества человека опускают. что этими качествами он может контролировать человека. Поэтому он таким образом удерживает его во грехе. Целую программу создает для этого мира. И в школах так обучают, по телевидению так обучают, даже в церкви входит иногда. Вы знаете, я слушал одного проповедующего, и он так правильно сказал, мои дорогие, если вы будете любить себя больше всего, а потом других, у вас просто не станет места любить других, и времени не хватит. Настолько вы будете увлечены любовью к себе. Это обман. Полюби себя потом. Иисус так не говорит. Вы знаете, что некоторые уповают, не уповают, а делают удар на Ветхий Завет. Там же сказано, возлюби ближнего как самого себя. Они не заметили, что сказано, возлюби ближнего как самого себя. То есть, в первую очередь, ближнего. Почему? Потому что себя ты и так любишь. А что значит возлюби ближнего как самого себя? То есть, не желай ближнему того, что ты себе не хочешь. Не поступай с ним так, как ты не хотел бы, чтобы с тобой поступали. И все-таки это Ветхий Завет. А Иисус принес другое учение, более глубокое. Он сказал, так полюбите другого, ближнего своего, как я вас любил. Отдал душу свою за ним. Это гораздо выше. Не просто так поступай, как хотел бы, чтобы с тобой поступили. Это Ветхозаветная любовь. Аллилуйя, если хоть так любим. Но Он сказал больше. Он сказал, так полюби, как я полюбил. Отсюда узнают все, что вы мои ученики. Много ли учеников Иисуса Христа? Много ли? Насчитается ли по пальцам хоть несколько, которые бы вот так любили, вот так жили? Отреклись бы себя. Знаете, что я хочу сказать? Я сегодня утром молилась об этом. У меня такая печаль пришла. О Божьей Церкви. Мы хотим, чтобы Церковь была исполнена дарами Духа Святого. Так или нет? Хотим и молимся об этом, да? Мы хотим, чтобы наша Церковь была первоапостольской. Фактически Бог сказал, что это помазание здесь. Я хочу сказать, Церковь, возьмите деяние и почитайте, как выглядела первоапостольская Церковь. Возьмите деяние. Внимательно, внимательно почитайте, как выглядела первая Церковь. как апостольская Церковь, как они жили, как они любили, какой образ был в Церкви. Мы говорим, ой, вот там такое было излияние Духа Святого. Там такая была сила. Мы так же хотим. Посмотрите, как они жили. Вот там была сила. Там присутствовала сила. сегодняшняя Церковь. Похожа на нее или нет? Вы все читали Деяния? Похожа? Что-нибудь общее есть, кроме того, что мы собираемся вместе? А что еще общего? Ну, мы все говорим, что мы христиане. Еще что общего? Мы все признаем Иисуса Христа. Еще что общего? Я думаю, что очень мало общего. Когда читаю я Деяния про Первую Церковь Апостольскую, и смотрю на нашу Церковь, на нашу Церковь, не обязательно вот эту поместную, вообще. И думаю, пародия на Первую Апостольскую Церковь. Пародия. Вот там любили. Мы говорим о любви, но каждый хочет, чтобы любили его. только и слышу, нету любви. А у тебя есть? А ты ее являл? Ты ищешь любви к себе. Что это? Себя любит. И все время нет любви. Правильно, нет, потому что ты не любишь. Тот, кто любит, говорит, есть любовь, потому что у него она есть. А у тебя нет любви, потому что ты себя любил. И так, какая там была церковь? Там царствовала любовь. Вы понимаете, царствовала любовь. Мы там не найдем себя любя. Как они жили, как они друг другу служили, вы там даже ниточки тоненько себя любя не увидите. Почитайте еще раз. Придете домой, возьмите, почитайте еще раз. однако я увидела там двоих себя любивых. Я увидела Ананей и Сапфира. Двое, которые были себя любивы. Чем закончилось? Вы хотите, чтобы Дух Святой сошел? А? Прямо сейчас хотите? Ананей и Сапфира, хотите? Те, которые себя люби, вы хотите? Бог не шутит, понимаете? Бог не шутит. Дух Святой сошел бы прямо мгновенно. Не медлит Господь, как написано, как мы почитаем, то медленнее. Но не хочет, чтобы кто погиб. Задумывались над этими словами? Церковь готовит Господь, потому что сойдет, и что будем мы иметь с этого? Бог искоренит себя любием. Потому что сойдет-то любовь. Сила Духа Святого это любовь. А вы знаете, что Иисус сказал очень интересную вещь? К одной церкви, но я услышала сегодня утром, что это просто к церкви и к нашей, как к любой. Имею против тебя. Ты оставил свою первую любовь. Вернись на то место, откуда ты не спал и покайся. А если не так, приду и сдвину твой святитель. И вы знаете, я сегодня услышала это вот в этом ракусе. Церковь, ты оставила свою первую любовь. Когда оставила? В Деяниях Апостолов. Когда оставила первую любовь в церкви? В Деяниях Апостолов. Поверьте, вернись туда, откуда ты, церковь, не спала. Вернись туда, в то место, в Деяниях Апостолов. Покайся и начинай сначала. А иначе сдвинет. Сдвинет, потому что не соответствуешь невесте Христа. Понимаете? Вот куда надо вернуться. Мы хотим ту силу, ту славу. Так вернись туда. В ту любовь. В те отношения, друг с другом. О чем говорит церковь? Приди, приди. Мои дорогие, если на брата смотреть не хочет, сестра на сестру, если друг друга не любит, о какой любви идет речь? Это невеста Христа? Если этого, не буду здороваться, с этим не хочу, тут я видеть не могу. Что, ребята, это? Подумайте. Это себя любие. Это самолюбие. Это оно все время обижается, не хочет с кем-то разговаривать. Носит в себе какие-то обиды. Стыд и позор, потому что Господь внутри видит эти сердца. Что это? А мы хотим Духа Святого, чтобы сошел. Разве это невеста? Похожа ли она на первоапостольскую церковь, чтобы просить Дух Святой, сойди? Мне хочется сказать, Господи, прости. Прости. Прости церковь, что она пока еще имеет столько ананисапфирств, столько самолюбия. Надо покаяться. Отречься от этого всего. Надо поменяться в конце концов. Услышьте. Услышьте сегодня. Не надо говорить, я обиделся, потому что с кафедры сказали, я самолюбивый. Это Дух Святой тебе сказал, что это ты. Не, а Дух Святой. Понимаете? И если сказал тебе, обрадуйся, что ты услышал, пойди, покайся, покайся и изменись. Приведи себя в порядок, потому что мы ждем Христа. Мы хотим, чтобы пришла благодать Его, чтобы излилась Его слава. Мы хотим, чтобы мы были все едины, правда? Но себя любивы никогда не бывают едины. Они всегда отделяются. Как только пошло отделение, это уже себя любием. Запомните это. А любовь, она объединяет. Почему? Потому что любовь не ищет своего. А себя любя ищет своего. Так что посмотрим. Я надеюсь, что вы сегодня услышали, я очень надеюсь, что вы заглянете в себя. Честно заглянете. Есть в чем покаяться и есть что менять. И мне очень хочется, чтобы мы пришли в это состояние первоапостольской церкви. Чтобы мы вернулись туда, откуда не спали. Знаете, еще что хочу сказать. Почему я вижу, что действительно это оттуда церковь не спала, не только наша, вообще. После деяния апостолов, после того времени церковь потихонечку, стала падать. Потихонечку стала охладиваться. В той церкви обличений даже не было. Только одна хвала. А потом уже Павел боролся. И вот эти все обличения, когда мы читаем письма Павла, это уже говорит о том, что церковь уже упала. Еще стоит, и сейчас стоит церковь, но она уже упала. Любовь в ней упала. Поэтому церковь, давайте покаемся. Вернемся в то состояние. Если кто-то, кого-то ненавидит, не любит, если кто-то, на кого-то обижен, покайся. Я уже не знаю, как еще сказать, покайся, мы не имеем права обижаться. Тебе никто не дал права обижаться. Понимаете или нет этого? Ты грешишь, когда ты обиженный. Ты во грехе, если ты обижен. Покайтесь. И начинайте просить у Бога большой любви друг к другу. Вот кого вы особенно недолюбливаете, просите у Бога любви к Нему. Я хочу слышать, что вы все любите друг друга. Отсюда узнают все, что вы мои ученики, если будете любить друг друга. Не ученики, если не любите. Сами себе скажите, я еще не ученик, потому что еще не люблю вот это, вот это, вот это. Но если кто-то хочет быть учеником Иисуса Христа, последователем Ему, близким Ему, чтобы Он тебя другом называл, если кто хочет, чтобы на Него сошла слава Божьей, покайтесь. Войдите в любовь. Мы хотим, чтобы она откуда-то там пришла. Покайтесь. Вернитесь в нее. Потому что, когда вы крестились, вы любили. Давайте встанем. Давайте помолимся.